Добрый день! Сегодня мы поговорим о концепции, которую, собственно, Международная организация труда предложила в 1999 году. Называется она «Достойный труд». И немного о самой организации. Международная организация труда была образована в 1919 году. И если перейти в то время, то можно, собственно, сказать, что это время непростое. Окончание мировой войны, Версальский договор. Если же взять Россию, то здесь дела обстояли достаточно трагично. Это революция, это гражданская война. И в это время, собственно, мир озабочен проблемами в сфере труда, гуманизации труда. Ясно, что в России до этих проблем, до сферы труда, конечно же, было далеко. Речь шла о выживании. Россия присоединилась к этой организации в 1934 году. Далее мировая война. И в 1954 году Советский Союз продолжил сотрудничество с этой авторитетной международной организацией. В этой концепции четыре основных направления. Сегодня я хотел бы затруднить одно из них. Это достойный труд занятости населения. Занятость всегда была, собственно, в центре внимания специалистов, которые занимались проблемами труда. Производительность труда, нормирование труда, организация труда. И надо сказать, что в 1933 году в Советском Союзе были закрыты последние биржи труда. Считалось, что такое асоциальное явление, как безработица и социализм, несовместимы, невозможны в принципе. Далее содействием в трудоустройстве занимались такие структуры, как Бюро по трудоустройству. И в 1991 году, это уже, собственно, практически переход к рыночным отношениям, был принят закон о занятости населения в РСФСР, который, собственно, в свое время имел достаточно революционное значение. Ведь вопросы рынка труда, занятости, они, собственно, актуальны в любой экономике. Достаточно вспомнить, собственно, скажем, предвыборные обещания в разных странах, когда, собственно, претенденты говорили о том, что необходимо, собственно, повысить количество рабочих мест, гуманизировать труд. Тут 1991 год, принятие закона о занятости, и, собственно, образуется сама служба, государственная служба занятости населения. Если предыдущая структура занималась только посредничеством в трудоустройстве, то государственная служба занятости имела достаточно широкий спектр своей деятельности. Это и содействие в трудоустройстве, это организация общественных работ, это переобучение незанятого населения, содействие в самозанятости. И надо сказать, что для своего времени этот закон имел такое революционное значение. Почему именно сегодня вспомнилась, собственно, история создания этой службы? Потому что, собственно, не так давно, в ноябре месяце, Государственная Дума Российской Федерации рассмотрела во втором чтении новый вариант закона о занятости населения. Прошло 32 года. Достаточно много изменений и в общественной жизни, и в экономике. Ну, а если говорить о трудовых отношениях, то можно сказать, что это охарактеризовать их как трансформация трудовых отношений, фактически. Если вспомнить создание закона, по которому мы сегодня работаем, надо сказать, что в свое время он освободил человека, собственно, от такого понятия, как, скажем, тунеядец, да? То есть мы, если раньше мы могли за человека, собственно, который не занят трудовой деятельностью, осудить и вплоть в административном порядке, и вплоть до уголовного. В этом случае я привожу пример, собственно, поэтом Иосифом Бродским, будущим лауреатом Нобелевской премии, который в свое время был осужден за то, что, собственно, не состоял ни в какой организации, ни на каком предприятии, не было трудовой книжки, и был приговорен, собственно, к пяти годам поселения в Аркангельской области. Личность очень интересная. Достаточно сказать, да, действительно, это Нобелевский лауреат. Нельзя сказать, что он вообще не трудился. Он работал и в морге, и работал в экспедициях. И в данном случае можно отметить, что он даже и в Якутии побывал. Здесь, собственно, он хорошо вспоминает о Якутии и говорит о том, что там я определился окончательно, что буду дальнейшим поэтом. Фактически вот простой пример, который говорит о том, что человек не был волен выбирать свой статус или заниматься трудовой деятельностью, или, собственно, жить в состоянии незанятости, живя на только ему известные доходы. Тот закон, который сейчас принимается, он будет, собственно, работать уже с 1 января 2024 года. В основном направлен на борьбу с нелегальной занятостью. Так называемая нелегальная занятость, она наносит очень большой ущерб экономике. И практически пятая часть населения занимается этой нетрудовой деятельностью. Но если, собственно, взять по регионам, то бывает, что, собственно, и половина населения бывает в состоянии нелегальной занятости, состоит в состоянии нелегальной занятости. Надо сказать, что с занятостью связано и такое экономическое явление, как безработица. Если безработица, собственно, достигает определенного примера, то возникают достаточно большие проблемы в экономике. Если брать статистику безработицы, то у нас она, собственно, двоякая. Первая – это, собственно, регистрируемая безработица. И второй подход – это, собственно, по методике международной организации труда. Это так называемая общая безработица. Данные достаточно разнятся. И если официальная безработица у нас, она, собственно, не превышает 2-3%, то состояние общей безработицы, оно, собственно, бывает, собственно, выше 10% от экономически активного населения. Цифровизация экономики, собственно, также приводит к некоторым проблемам, собственно, в этом плане, в плане занятости. Возникает так называемая, собственно, прикоризация занятости. Прикоризация – это неустойчивость занятости. Ведь в те времена, когда мы, собственно, были гарантированно работали, были заняты фактически стопроцентным, эти времена прошли, то сейчас, собственно, различные формы трудоустройства возникают. И вот эти, собственно, цифровые платформы, они также, собственно, требуют внимательного к себе отношения, потому что до сих пор, собственно, мы не могли определить, собственно, статус тех, которые, собственно, занимаются дистанционно. Есть такие проблемы, собственно, и с взаимным трудом. Экономика труда, она ведь занимается, собственно, вопросами производительности, нормирования, организации труда, вопросами социального партнерства. И когда мы, собственно, считаем, каким образом, собственно, сделать труд более эффективным, более производительным, ищем, собственно, резервы роста производительности труда, мы изобретаем различные схемы, мы придумываем различные модели и забываем о главном. О главном – это, собственно, кто, собственно, главный в этой ситуации? Это, конечно, человек. И мы с удовлетворением отмечаем сейчас о том, что в республике Саха-Якутия этот год, собственно, проходит под знаком года труда, года человека труда. Мы видим прекрасную, собственно, посмотрели прекрасную галерею тружеников из разных отраслей экономики. Видим, как оценили их труд. И это имеет тенденцию, собственно, продолжения. И в этой связи я хотел бы процитировать здесь, собственно, привести слова главы республики Сея Сергеевича Николаева о значении этого труда. Год труда мною был объявлен для того, чтобы мы подняли на новый уровень престиж людей труда, чтобы мы задумались о смысле труда, чтобы труд, как базовая функция человека приобрела более уважительное отношение. И с этой точки зрения я считаю, что много сделано. 50 лучших были выбраны, там свыше 300 человек было подано различными предприятиями, профсоюзами, районами на этот конкурс. И мы как раз накануне 1 мая вручили эти награды, в том числе денежные. Так люди были очень счастливы. Ко мне многие подходили и говорили, что впервые в жизни такую сумму они получили. Там были простые рабочие, технические работники, экскаваторщики, сельхозрабочие, лесники. И вот это очень приятно видеть, что в глазах этих людей гордость, гордость за то, что их многолетний труд оценен на уровне государства. И мы очень с удовлетворением отмечаем то, что именно в нашей республике придается такое значение труда, такое значение человеку труда. Позвольте на этом закончить. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!